Что ж, главным событием недели имеют хороший шанс стать не заседание Федрезерва и других центробанков, а великолепные данные из Китая, которые были опубликованы утром во вторник и показали рост как промышленного производства более чем на 5,5% по году, так и практически восстановление почти до начального уровня года. Капитал вложений минус 0,5% по году. Розничные продажи вышли на минимальный, но также рост по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя и по-прежнему они намного ниже, чем были в декабре. Это, повторяю, китайские данные даже помогли в какой-то степени эти цифры отскочить и ценам на нефть, хотя и ненадолго, но они приподнимались выше 40 долларов за баррель. Но достаточно быстро участники рынка нефти вспомнили, что ОПЕК пересмотрела свои прогнозы на конец года по объемам спроса, снизив эти объемы потенциального спроса на 400 тысяч баррелей к концу 2020 года. И что в целом давление оказались скидки, которые саудиты предоставили азиатским покупателям. Не очень хороший, разумеется, это признак для нефтяного рынка, там по-прежнему не переработаны до конца те объемы, которые были закуплены ранее. Тем не менее, мы видим, что даже здесь в достаточно упадническом настроении находящаяся нефть несколько среагировала. В основном же, конечно, данные из Китая позволили, во-первых, приободриться фондовым площадкам, которые начали потихонечку делать робкие попытки выйти из технической коррекции, которая несколько дней продолжалась. Не факт, что это окончательный уже рывок, возможно, дождутся Федрезерова, возможно, дождутся каких-то еще реакций уже технических по ведущим акциям. Тем не менее, такие подвижки пошли. Прибавил европейский рынок, американский тоже, ну, во всяком случае, по состоянию дел на старт американской сессии подрастает. Немножко покупки пошли даже в техническом секторе, хотя его, в общем, постараются все-таки рынки избегать в определенной степени. Сейчас больше пока прибавляют бумаги такие середнячки хорошие из розничного сектора, там, такие как Макдональдс, бьющие вот рекорды месяц за месяцем, там, или Старбакс, Кока-Кола, Олмарт, неплохо себя относить, нечувствую, можно вот на них посмотреть, наверное, обратить внимание побольше. Боинг слегка прибавилось. Вот такие бумаги, которые, в общем, не уверены были, стоит ли им расти последние несколько дней особенно. Соответственно, вот по ним какие-то хорошие пошли подвижки. Ну, и прибавила, собственно, китайская валюта. Вот это, наверное, наиболее заметное движение начала недели. Доллар к юаню, который недавно еще совершенно там стоил в районе 7 юаней, да, совсем недавно. Сейчас он уже котируется по 6,77 и даже, по-моему, был чуть ниже. Буквально за последние сутки юань именно прибавил. То есть, видно, что рынки позитивно оценивают, что Китай восстанавливается быстрее всех. Кстати, вышли данные по американскому промышленному производству. И они, в общем, вышли так себе, на уровне не сильно отличающемся от нуля. Соответственно, несколько, может быть, охладили здесь, а не пыл американских рынков. Но сравнение в валютах, да, очевидно сейчас, несмотря на угрозы различные США отцепить свою экономику от Китая, несмотря там на поглощение ТикТока и всякие такие хайповые другие истории, в целом рынки верят в то, что Китай восстановится быстрее всех. И вот это движение также доллара против юаня, оно спровоцировало, на мой взгляд, немножко более быстрый уход и в некоторые другие валюты развивающихся рынков. Можно увидеть, как доллар потерял по отношению к южноафриканскому рынду достаточно резко во вторник. Там приближается к годовым минимумам эта цифра. Далее есть потери доллара по отношению к бразильскому реалу. В целом с середины августа там порядка, по-моему, уже 8% они составили. И есть приток также и в индийские активы. И немножко даже на этом фоне прибавила рубль. То есть в целом мы видим, что развивающиеся экономики, да, они начинают привлекать инвесторов и на фоне той коррекции, которая произошла, и на фоне понимания, что нет повода, с другой стороны, каких-то таких уж совсем резких, уходить в доллар как защитную валюту, да и не такая уж она защитная. Вот эта вот ситуация, она может быть как-то активизирует движение валютного рынка и до конца недели. Хотя валюты резервные, остальные, они более скромно действуют. Там евро-доллар в коридоре, там не превосходящем пока особый район 1.19. Опасаются все-таки подниматься пока выше. В ряду заседания Федрезервов в том числе. Подавлен несколько фунт истории, которая возродила всякие опасения по Брекзиту, да, Борис Джонсон там пытается декларировать единство Великобритании путем, по сути, там, дезавуировая соглашение по границе, по морю между Северной Ирландией и Ирландией, собственно, как бы, да, в которую входит ЕС, да, там же требовалось какие-то барьеры таможенные создавать. Вот Британия не хочет этим заниматься. Так или иначе, вот это все играет свою роль. Но, наверное, я бы обращал внимание по большей части на недели, особенно на валютах, на технические сигналы. То есть, на мой взгляд, когда есть большое количество, в общем, мелких, по большому счету, сейчас факторов, каждый из которых больше является, может быть, не сплетней, но, так скажем, больше домыслом, да, чем конкретным мощным фактором. Именно техническая картина, она определяет все-таки, готова ли большая часть рынка идти в такой-то инструмент. Поэтому я бы обращал особенно пристальное внимание и тем более после итогов уже заседания Федрезерва. Из Федрезерва, конечно, здесь важны не решения по ставкам, они очевидны, ничего не будет изменено. И даже не декларирование каких-то стимулов будущих, только если там Федрезерв совсем захочет рынкам преподнести, там в этом плане будет мощный сюрприз. Что вряд ли, поскольку осталось два месяца до выборов и резкие шаги, редко бывают такие периоды в американской финансовой системе, не принято это. Также можно говорить, что главное это все-таки экономические проекции, так называемые, то есть оценки состояния экономики до конца года, американской экономики и глобальной, которые раздаст Федрезерв. И вот в зависимости от этого могут себя вести и валютные пары, да, и индексы. Причем хорошие оценки для экономики США, если не будут более хорошими, что вряд ли, да, но эти хорошие оценки, они могли бы как раз, может быть, спровоцировать более быстрое движение из доллара в другие валюты, поскольку хорошая новость – это новость, от которой не надо бежать в доллар. Вот такая логика, она продолжает присутствовать. В целом, видишь, что не очень вышли цифры по промышленному производству, но при этом хорошие данные с рынка труда все время выходили. Есть вероятность, что Федрезерв себя и экономику похвалит, но может принять и тон, как бы, некоторого снижения прогнозов для того, чтобы оправдать мощную работу печатного станка. В этом случае может быть небольшая какая-то волатильность на валютных парах, где они будут искать себя в коридорах, но вот увидим непосредственно уже по складывающемуся к концу недели, может быть, даже к четвергу уже, техническим, повторюсь, сигналом интродэй, готовы ли различные другие резервные валюты к какому-то дополнительному всплеску, рывку, может быть, против американского доллара, или же нет, и это будет отложено на более поздние периоды времени. Заседает также Банк Англии в четверг и Банк Японии. Опять же, да, от них ждут в основном экономических оценок. Поэтому смотрим на то, хорошо они держат, как бы, нос кверху, или же тоже говорят о неопределенностях, сложностях, рисках второй волны и все такое прочее. Соответственно, любой сейчас регион мира, который сигнализирует о каком-то негативе, может повлиять на ближайшие движения, на колебания, повторюсь, конечно, фондовых индексов, не в лучшую сторону. Но если они будут в целом придерживаться линии, что при этом меры приняты и работают, и мы молодцы, все сделали как надо и будем делать дальше, вот эта линия максимально представлена ЕЦБ, вот ЕЦБ именно тут четко такой линии держится, и мы видели, что в целом ЕЦБ, понравилось поведение ЕЦБ рынкам. Если будут в таком ключе больше, то, значит, выход из вот этой текущей технической, текущей фазы коррекции может произойти раньше, в новую волну роста, в такой еще один виток спирали. Пожуем, как говорится, увидим, но я бы обращал внимание вот на перечисленные события и не смотрел бы особо на цифры по инфляции, которые выходят. Ясно и так, что, в общем, сейчас эти данные не влияют на политику центральных банков, а никакой другой точки зрения они рынки как бы интересовать не могут. Поэтому неделя в целом предстоит, может быть, хлопотная в плане количества небольших и более крупных событий, но при этом, с другой стороны, относительно простая, в том смысле, что я бы реагировал на эти происходящие события в основном через призму теханализа, где будет собрано равнодействующие всех факторов.